А теперь и подготовки Тверской области к безаварийному прохождению весеннего половодия. Этой теме уделили особое внимание в правительстве региона. Тему продолжит наш корреспондент. Несмотря на то, что зима в этом году была малоснежная, риск потопления отдельных районов Верхней Волжьи все-таки существует. В Тверской области организован мониторинг паводковой обстановки. На сегодняшний день в регионе действует 19 гидрологических постов. Семь из них оснащены современным автоматизированным оборудованием. Как отметил губернатор, отвечая на вопросы представителей СМИ, регион готов к прохождению этого периода. Особое внимание будет уделено профилактическим мероприятиям. Это контроль уровня воды текущего. Второе, это вопрос мониторинга всех инженерных сооружений. Это пропускные трубы, корректора, которые находятся под дорожной инфраструктурой, чтобы они были свободны и чтобы пропуск воды был максимально возможен. В шести населенных пунктах Пена, Осташковский городской округ, Белый, Жарковский, Западная Двина и Максатиха в прошлом году были установлены комплексы мониторинга и контроля КСЭОН. В Тороп-Ценелидовском городском округе и Андреапольском муниципальном округе подобные системы планируют установить уже в этом году. В данной ситуации очень важно позиции органов местного самоуправления, Дорожного фонда, тех организаций, которые эксплуатируют дороги, посмотреть, насколько инфраструктура сегодня передана в должное состояние. Мониторинг этот вести на протяжении всего периода весеннего половодия. Всего в профилактических мероприятиях в этом сезоне будут задействованы силы и средства более 10 тысяч специалистов, почти 4 тысячи единиц техники. В случае необходимости эвакуации людей подготовлено 9 пунктов временного размещения общей вместимостью до 800 человек.